Кошки – одни из самых популярных домашних животных, они живут во множестве семей. Все мы знаем, как выглядит обычная кошка, но некоторым владельцам нравятся нестандартные кошки, которые отличаются от других своим внешним видом. Вот о таких породах кошек мы сегодня и поговорим. Начнём с пород, которые имеют кудрявую шерсть. Зачастую породы с подобной шубкой расцениваются заводчиками как самые необычные. Им присущи также выразительные глаза, миндалевидной формы и довольно большие уши. Например, корниш-рекс – изысканная порода кошек, с очень мягкой и кучеревой шерстью. Корниш-рекс выделяется небольшой кленовидной головой, с сильно выраженными скулами и римским прямым носом. Заметно переносится с длинным профилем. Большие уши располагаются высоко на голове, основания у них широкие, а кончики сильно заострены. Коракулевая шерсть напоминает такую же шубу, своей густотой, шелковистостью и коротким ворсом. Это интересная особенность породы, даже на подбородке, груди и животе шерстка заметно вьётся. Другой популярной породы кошек с кудрявой шерстью является селкир-рекс. Главные отличительные характеристики породы – кудрявые завитушки на шерсти и закрученные усики. Структура шерсти мягкая, густая и волнистая. Длина может отличаться. Кудряшки расположены по всему телу хаотично, а не упорядоченными волнами. Вокруг шеи, на животе и хвосте шерсть завивается сильнее. У представителей этой породы коренастые плотные туловища с тяжёлым мощным костяком и широкой грудной клеткой. Голова имеет округлую форму, крупные щёки и широкий лоб. Кончики ушей заострены. Глаза большие, круглые и широко посаженные. Вес самок – от 3 до 6 килограмм. Самцов – от 5 до 8 килограмм. Некоторые люди просто обожают лысых кошек. Представители таких пород известны во всём мире как сфинксы. Мы рассмотрим три наиболее интересные породы – канадский сфинкс, украинский левкой и эльфы. Каждая порода имеет свои оригинальные отличительные признаки. Канадский сфинкс – это животное среднего размера, которое имеет хоть и сравнительно небольшое, но мускулистое тело и широкую грудную клетку. Особенность породы такова, что кожа у канадского котёнка в многочисленных складках до исполнения малышу одного месяца, затем складчатость постепенно пропадает. Взрослые кошки имеют складки около мордочки, вокруг шеи и между ушек. Иногда складочки заметны и на животе. Канадский сфинкс не полностью голый, а покрыт маленьким мягким велюровым пушком. Усы обычно отсутствуют, но встречаются особи и с короткими усиками. Характерным признаком украинского левкоя являются висячие уши. Эта разновидность была зарегистрирована в 2007 году в городе Санкт-Петербурге. Длинные лапы в совокупности с довольно гибким туловищем придают таким котам грацию. Хвост у таких кошек довольно массивен, напоминает хлыст и иногда может быть покрыт небольшим пушком. Плоская, вытянутая, резко очерченная голова крепко сидит на короткой, плотной шее. Черты мордочки и выразительная мимика делает украинского левкоя похожим на инопланетного гостя. Неповторимый шаром левкою придаёт проникновенный взгляд в слегка раскосах миндалевидных глаз. Оттенки радужки у левкоя могут быть самые разные, но предпочтение кошатники отдают питомцам с глазами цвета сочной травы или насыщенно-голубым. Ещё одной разновидностью лысых котов с оригинальной формой ушей, напоминающих ракушки, являются эльфы, название которых как раз и было придумано по этому признаку. Такие коты обладают массивной грудной клеткой, которая создаёт иллюзию кривизны передних лап и довольно большими глазами. И передние и задние лапы у эльфов очень хорошо развиты. Сильные суставы и крепкие сухожилия позволяют питомцам проявлять силу, быстроту и ловкость. Уши у эльфов достаточно широкие в нижней части, а заострённые кончики чуть загнуты назад. Есть породы, которые отличаются формой тела. Например, манчкин. Кратколапые кошки, закутанные в нежный густой мех, с детским выражением на мордочке обзавелись поклонниками по всему свету. Их происхождение стало возможным благодаря редкой генетической мутации. Голова у представителей породы манчкин средней длины с плавными очертаниями, пропорциональная к телу. Ушки большие и треугольные, глаза тоже большие и широко расставленные. Открытый и очень внимательный взгляд – особенность всех котов-манчкинов. Такие животные мускулистые и крепкие. Лапки у всех манчкинов короткие, достаточно крепкие и очень аккуратные. У этой породы есть интересная особенность – их фирменная стойка. Осматриваясь по сторонам, они садятся на задние лапки, а хвост используют как подпорку. Передние лапки при этом свободно болтаются, а сами кошки удивительно похожи на кенгуру. Некоторые породы кошек отличаются отсутствием хвоста. Ярким представителем таких кошек является бабтейл. Эти грациозные большие коты по степени привязанности к хозяину и уму даже могут соперничать с собаками. Курильские бабтейлы, как правило, дружелюбны и очень любят внимание. У бабтейлов большое, но компактное тело с внушительным костяком и развитыми мышцами. Конечности средней длины – сильные, передние лапы длиннее, но задние – мускулистее, из-за чего курильская кошка считается хорошим прыгуном. Курильский бабтейл примечателен своим коротким и слабо изогнутым хвостом, который возвышается на длине спины. Он очень короткий, его длина варьируется в пределах от 3 до 7 сантиметров. На этом всё. Друзья, какую кошку из нашего списка вы бы хотели завести себе? Напишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали, впереди очень много интересного. А также включайте оповещение, нажав на этот колокольчик, и тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!